Я не верю, что Бог призвал нас к жизни в ужасе и страхе перед смертью. Всюду только и говорят о статистике умирающих от вируса. В мире царит ужас. Нам не на что надеяться. Нет, это не так. Наши лучшие дни еще впереди, и мы имеем победу в Иисусе Христе. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Давайте скажем, я имею победу над вирусом. Вирус. Вирус, вирус. Наш мир в панике. В мире царит страх. Люди боятся за экономику, за котировки на бирже. Люди суетятся и не знают, что делать с этим вирусом. Интересно, что сто лет назад люди даже не знали, что вирусы существуют. Они лишь знали о болезнях. Но за последние сто лет на Земле появились самые разные вирусы. Они приходили и уходили. Каждый вирус сопровождался кризисом. Но каждый кризис – это возможность для церкви, чтобы могли подняться новые лидеры и в силе духа стать руками и ногами Иисуса. Но коронавирус – интересный вирус. Это как бы агент, который заражает. Этот вирус, который пришел от летучих мушей и заразил сначала свиней, а том перешел на людей. Цель вируса – истощать все ресурсы носителя. Вирус намеревается полностью лишить человека энергии и жизненной силы. Он высасывает энергию из человека, заражая при этом других людей. Это напоминает нам о хрупкости человеческой жизни. Вирусы могут убить и убивают такая маленькая клеточка, а столько силы. Вирусы, какими бы маленькими они ни были, способны распространяться и высасывать жизнь из всего живого. Библия говорит нам о лесятах, которые разорили виноградник. Маленькие вирусы – стыда и страха. Вирусы осуждения – это двери, которые мы открываем. И точно так же, как маленький грех может нас уничтожить, небольшая вера может зажечь весь мир. Небольшая вера с горчичное зерно может распространиться, словно вирус. Я думаю, это пророческое слово для церкви сегодня. Вирус сегодня распространяется по всему миру, и люди не знают, как его остановить. Недавно ученые начали исследовать, кто является наиболее уязвимым для этого вируса. Они сказали, что наиболее уязвимы те, у кого есть незажившие раны. Это люди с заболеванием сердца. Они наиболее уязвимы перед этим вирусом. Библия предупреждает нас, чтобы мы хранили сердце более всего, потому что из него исходят источники жизни. Если не хранить сердце, то оно становится более уязвимым, как в духовном, так и в физическом плане. Вирус начинается с малого. Немного кашля, немного насморка, немного слабости, и потом он распространяется. И первое, что он атакует, это дыхание, то есть жизнь. В этом и заключается тактика врага. Он хочет закрыть нам рты. Он хочет, чтобы мы перестали говорить, перестали дышать, перестали прославлять Бога. Зачем врагу спешить нас уничтожить, если он может закрыть нам рты? Если он может сделать церковь пассивной, сделать пассивными христиан, загнать их в изоляцию, человек боится с кем-то заговорить и кому-то приблизиться, зайти в торговый центр или в церковь или в школу. Человек боится и больше не может свидетельствовать другим, поднимать руки в поклонении и хвале. Я вообще не могу говорить, я прячу свое дыхание. Но я сегодня здесь, чтобы провозгласить победу над вирусом. Я сегодня здесь, чтобы провозгласить, что этот вирус не имеет победы ни в нашей стране, ни в вашей семье, ни в этой церкви. Настало время подняться в вере. Посреди этого вируса, страха и сказать, я провозглашаю победу в моем доме. Если у вас есть с собой Библия, откройте Матфея 8, 26. На море был шторм. Иисус был с учениками. Они были очень напуганы. У них был приступ паники. А Иисус... Просто спал посреди шторма, как ни в чем не бывало. Море бушевало. Дул сильный ветер. Лодку кидало из стороны в сторону от сильных волн. Ученики были вне себя от ужаса. Они разбудили Иисуса и сказали, мы тут погибаем, а тебе и дела нет. Спаси нас, мы же умрем. В своем разуме ученики уже решили, что они все погибнут. Потому что, во-первых, победу нужно одерживать на уровне разума. Победа у нас между ушей. Что делает вирус? Он обнаруживает дух поражения. То, что уже в слабом состоянии. Он обнаруживает уже существующее беспокойство. Они вопили. Иисус, мы погибаем. И вот что ответил им Иисус. Он говорит, что вы так боязливы. Этот вопрос звучит все время от бытия до откровения. Что вы так боязливы? Почему вы так боитесь? Обычно страх возрастает там, где задаются вопросом, что если? Страх — это вера в то, что еще не произошло. Страх — это вера в то, что вы можете подхватить вирус, что с вашими детьми случится беда, что ваш брак не состоится, что вы не поступите в университет. Страх — это когда вы верите в то, что еще не произошло. Что если? Что если я пойду по воде и утону? Что если я поеду на миссию, и случится что-то плохое? Что если я попробую, и у меня не выйдет? Остальные слишком крутые, как я погляжу. Но есть среди нас те, кто иногда робеют. Но каждый страх в нашей жизни, в Библии есть обетование, когда мы можем этот страх победить. Павел говорил Тимофею, чтобы он не робел из своего юного возраста. Павел написал ему послание. Тимофей страдал в церкви от того, что был молодым пастором. Павел сказал ему, «Прекрати робеть». И в Тимофею 1.7 Павел говорит, «Ибо дал нам Бог духа небоязни, ибо Бог не дал нам дух робости и страха». Но какой дух? Скажите вместе со мной. Силы и любви и целомудрие. Откуда происходит этот страх? Кто вам дал его? Кто его вас зарождает? Вы должны сказать страху, чтобы он вернулся туда, откуда пришел. Скажите панике, тревоге и страху, чтобы возвращались в ад, откуда они пришли к нам. Бог не дал нам духа боязни. Он дал нам духа силы, любви и целомудрие. Итак, что пробуждает вас страх? Мне нравится одна песня. Ее написали в церкви Хилсонг. «Не сегодня». Скажи дьяволу «Не сегодня». Автор песни написал «Страх просто лжец», и он уже задыхается. Страх просто лжец, и он уже задыхается. Страх нас обворовывает. Его цель — высосать из нас всю энергию. Страх — это вирус. Этот вирус высасывает наши ресурсы и переходит от одного человека к другому. Вирус атакует только живые организмы. Мертвое, он не станет атаковать. Если вы под атакой, это хороший знак. Значит, вы живы. У вас есть сила избавиться от вируса. У вас есть власть над ним, и у вас есть лекарства против этого вируса. Сегодня я хочу предложить вам семь шагов, как иметь победу над вирусом. Церковь, вы готовы? Итак, первое — быть настороже, бодрствовать. Я не говорю, что нужно бояться, но нужно быть настороже. Я за подготовку. Это здраво. Но я не верю, что мы должны готовиться в панике. Я не верю, что Бог призвал нас к жизни в ужасе и страхе перед смертью. В мире царит ужас. Нам не на что надеяться. Нет, это не так. Наши лучшие дни еще впереди, и мы имеем победу в Иисусе Христе к Господе нашим. Я имею победу не из-за человека, не из-за президента или правительства, не из-за уровня медицины и науки, но я имею победу, потому что Христос победил смерть. Смерть! Где же твое жало? Могила! Победа тебе не принадлежит. Враг! Смерть побежден! Воскликните глазом победы! Единственное средство против вируса это когда вы кладете ваш уродливый грех на совершенную жертву. Сын Божий пошел на крест. Он забрал вашу похоть, вашу гордыню и сексуальный грех. Он забрал ваши грязные секреты, вашу ложь и ваши страхи. Не имевший греха, взял на себя этот вирус. И только так вы можете быть исцелены. Бог говорит нам 1 Петра 5,8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол». Вы заметили, что он не сказал, что ваш враг — коронавирус. Он не сказал, что ваш враг — вирус Эбола или ваша бывшая жена. Он не сказал, что ваш враг — ваш бывший парень, ваша приемная мать или теща. Нет. Враг — ни человек, ни президент, ни правительство. Ваш враг — не Китай и не Северная Корея. Ваш враг — дьявол. За этим вирусом стоит кое-что более темное и глубокое. Враг использует ваши отношения, чтобы опустошить вас. А вы думаете, что сами эти отношения — ваш враг. Но враг — это то, в чем куда больше тьмы. Ваш враг любит искать пути, как подобраться в вашу жизнь, как породить вас страх, как сделать так, чтобы вы не бодрствовали. Он может использовать для этого алкоголь, наркотики, парня, девушку, вредную привычку. А потом вы задаетесь вопросом, куда подевались мои силы? Куда делся мой разум? До чего я докатился? Почему я неэффективен? Почему я постоянно чувствую угнетение? Именно это происходило с израильтянами в Первое царство в 14 главе. В первом стихе говорится, «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Это было еще до Голиафа, до того, как Давид был помазан в цари. Это было правление царя Саула. Царь Саул хорошо начал, но затем он подхватил вирус. Он подхватил вирус боязни перед людьми. Он больше был озабочен тем, чтобы впечатлить людей своим инстаграмом, а не послушанием Богу. И я не шучу. Его мучили головные боли, сильные мигрени. Он не мог трезво мыслить. Его мучили то тревога, то отчаяние, то страх. А какой лидер такой и народ? Филистимляне буквально высосали всю энергию израильтян через страх. Народ в результате пал в депрессию. Они были в окружении филистимлян. У них не было шансов победить. Но у царя Саула был сын. И я верю, что Иоаннафан мог бы стать будущим царем Израиля. Но из-за того, что царь Саул слишком давил на своего сына, Иоаннафан не смог раскрыть в себе весь потенциал. И вот однажды Иоаннафан, который в будущем станет лучшим другом Давида, встал и сказал, «Нам не победить, если мы будем просто сидеть в страхе. Нам не победить этот вирус, если мы будем сидеть в страхе. Так мы не можем одержать победу над коронавирусом». Иоаннафан сказал своему оруженосцу в 6 стихе. «И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам». Когда мы говорим, что если, нам не обязательно представлять худший сценарий. Наполните верой ваши, что если. Не говорите, что если я попробую, и ничего не выйдет. Говорите, что если я сделаю шаг, «А Бог вмешается и поможет мне». Иоаннафан сказал, «Может быть, Господь поможет нам». Может, это не мы ожидаем от Бога, а Он ожидает от нас. Возможно, Бог ожидает, когда мы активируем свою веру. Итак, Иоаннафан говорит, «Нельзя просто сидеть в отчаянии, в страхе и панике, сидеть и бояться вируса. Нужно встать. Мы должны атаковать врага». Его оруженосец всецело поддержал его. Они сделали шаг, и Бог умножил их силы и даровал им победу. Поэтому нужно бодрствовать в том, что касается вируса. Но также нужно признать, что Иисус — наша победа над вирусом. Мой соперник не пугал меня, ведь у меня есть свое необходимое, чтобы атаковать этот вирус. Вирус создает кризис, в котором рождаются лидеры. Это время, когда поднялся Иоаннафан. Бог ищет тех, кто больше боится Бога, чем вируса. И второй шаг — поразить вирус вирусом сильнее. Чтобы одержать победу над вирусом, нужно поразить его с помощью еще более сильного вируса. Давайте откроем число. 21.7. «Израильтян поражали ядовитые змеи». Народ Израиля пришел к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». «И помолился Моисей о народе». И дальше, восьмом стихе, Бог обращается к Моисею. Кстати, вы не против, что сегодня мы читаем много мест Писания? Да, я тоже думаю, что вы пришли сюда не за моим мнением. Вы пришли послушать Слово Божье. «И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, остался жив». Люди получали свободу от болезни. Иисус сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесу быть сыну человеческому». И в этой же главе Иисус говорит Никодиму, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И так Иисус говорит, что Сыну Человеческому будет вознесен, как был вознесен медный змей. Иисус сравнивает Себя со змеей. «Я лично терпеть не могу змей». Но Иисус говорит, «Так же, как змей, который был предназначен для того, чтобы губить людей, в итоге принес людям исцеление, так и Сын Человеческий будет вознесен, и кто будет зреть на Него, тот будет жив». И во 2 Коринфянам 5, 21 Павел говорит, «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех». Или лучше сказать, «Незнавший вирус взял на себя наш вирус, чтобы мы в нем делались исцеленной праведностью Божьей во Христе Иисусе». Этот вирус невозможно исцелить вашими вредными делами. Единственное средство против вируса — это когда вы кладете ваш уродливый грех на совершенную жертву. Сын Божий пошел на крест. Он забрал вашу похоть, вашу гордыню и сексуальный грех. Он забрал ваши грязные секреты, вашу ложь и ваши страхи. Не имевший греха, взял на себя этот вирус. И только так вы можете быть исцелены. Мы победим вирус только более сильным вирусом, когда мы взираем на Иисуса и признаем, что Он пошел на крест ради нас. Вот откуда приходит наша праведность, когда мы уповаем на Него. В Библии часто мы видим, что израильтян кто-то атакует. И они бегут. Они убегали часто. К примеру, во времена Гидеона. Пока не поднялся Иисус Новин, народ тоже боялся. И также во времена Моисея. В 1-е царство, 17, мы видим Голиафа, который обращается к Израилю с игрозами. И они бегут. Они думают, что спрятавшись в пещерах, они одержат победу. Победу над вирусом можно одержать, если спрятаться, если уехать в другую страну, если изолироваться. Но потом появляется Давид и смотрит этому вирусу прямо в глаза. Он говорит, «Ты не обрезанный филистимлянин». Как же угрожающе звучит. А ну иди отсюда. Ты, который лгал моему народу. И я тебя не боюсь. Послушайте, если вы не будете говорить с вашими великанами и вашими горами, то они будут внушать вам свои убеждения. Они вас напугают, и вы спрячетесь. Но Давид посмотрел вирусу прямо в глаза. Он понимал, что нужно идти навстречу к врагу. Как нападать на страх, атакующий нас, атаковать его? Чем? Другим страхом. Каким? Верой. Вера — это и есть страх, если задуматься. Вера — это когда вы больше боитесь Бога, чем боитесь вируса. Это страх Господень. Это благовение перед Ним. Сейчас, если ввести в Google «Страх Господень», вам предложат и футболки, и рюкзаки с такой надписью. Чего только не найдешь. У кого есть что-то с таким брендом. Но на самом деле Библия говорит нам, что страх Господень — это средство от всего. Если вы хотите победить, страх перед вирусом, страх перед людьми, перед деньгами, страх перед экономикой, страх перед вашим начальником, страх потерять работу, страх потерять жену и детей, вам нужно сражаться с этим страхом еще более сильным страхом, а именно благоговением и страхом перед Богом и Его силой перед Его Словом. Вот чего нужно бояться больше, чем коронавируса. Притчи 10.27 говорят о том, что страх Господень продлевает нашу жизнь, а дни нечестивых сократятся. В притчах 19.23 сказано, страх Господень ведет к жизни. Когда я говорю о страхе Божьем, я не говорю, что вы должны бояться Бога, но вы должны благоговеть перед Ним, а не бояться чего-то в жизни. Мы побеждаем вирус еще более сильным вирусом. И третий пункт. Чтобы одержать победу над вирусом, нужно взывать крови, взывать крови Иисуса. Кто из вас знает, что вас бы сейчас здесь не было, если бы не кровь Иисуса на Голгофе? Пора прочертить линию крови вокруг нашего дома, вокруг нашего брака. Церковь, послушайте, вокруг нашей территории церкви начертана кровь Иисуса. И поэтому на этом месте всегда царит атмосфера победы, где правит Святой Дух. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Откровение 12.10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что неизвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Враг только и знает, что нас обвинять, и только он знает, что разрушает нашу веру, обвиняя вас. Тим и Даниэл, подойдите ко мне, пожалуйста. Мне нужен хороший герой и плохой. Кто будет играть кого? Хорошо. Тим, ты будешь хорошим парнем. Даниэл, а ты будешь обвинителем. Просто начинай тыкать в него пальцем. Враг любит делать это каждый день. Ты неудачник. У тебя ничего не выходит. Ты совсем не умеешь воспитывать детей. Ты просто лузер. Ты плохой муж и плохой отец. Ты заразишься вирусом. Ты должен бояться, бояться за свою жизнь, за своих детей. Бойся. Ты даже не можешь спать по ночам. Обвинитель так и хочет лишить вас сна, лишить вас мира и покоя. Тебе не следует идти сегодня в церковь. Ты что, новости не смотришь? Никуда не ходи. Сиди дома. И вообще никого к себе не подпускай. Люди все равно предадут тебя, никому не доверяя. Враг просто нас обкрадывает, крадет у вас жизнь. Обвинитель подступает все ближе. Но в 11 стихе 12 главы Откровения сказано, они победили его кровью Агнца. «Когда я взываю кровь Иисуса, его кровь стоит между мной и обвинителем. Враг пытается меня окружить, но кровь защищает меня. Обвинитель пытается на меня нападать, но кровь не дает ему до меня добраться. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить. И ничто, лишь кровь Иисуса. Одно дело быть мудрым, и другое — жить в тревоге. Одно дело быть подготовленным, и другое — быть в смятении. Мир поступает мудро, принимая меры предосторожности. Но глупо жить в беспокойстве и страхе, постоянно паникуя. Вы скажете, «Пол, как-то грубо называть это глупостью». Но это Библия называет беспокойство глупостью, ведь мы не можем беспокойством добавить себе роста хотя бы на один локоть. Беспокойство не сделает нас сильнее. Чем больше мы живем в страхе, тем меньше в нас мудрости, и мы начинаем принимать немудрые решения. Поэтому я призываю вас противостать духу страха и беспокойства. Не давайте места смятению. Ходите в мудрости, а не в тревоге, потому что во Христе нам не стоит бояться. Если вы знаете, что вы принадлежите Христу, то для вас жизнь — Христос. А смерть — приобретение. Не стоит жить в постоянном страхе. Сегодня я говорил о тех, кто боится настолько, что даже не выходит на улицу, не видит людей, не ходит в церковь. Страх парализовал этих людей, парализованы их отношения, парализована их цель, и в их жизни совсем нет смелости. Но сегодня я хочу сказать, что этот мир, полный страха, нуждается в вас и вашей смелости. Бог создал нас не для жизни в страхе, но для того, чтобы мы жили в смелости. Если вам не хватает смелости, я приглашаю вас помолиться со мной сейчас. Иисус, я отдаю в Твои руки все мои страхи и тревоги. Я полагаюсь на Тебя. Я принимаю Твой мир, Твою веру и Твою смелость во имя Иисуса. Аминь. Не забывайте, что ваши лучшие дни впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok